доброе утречка сегодня такая необычная локация на фоне аквариума потому что заходила покормить лягушек сейчас я наверно поверну и пока вы на них посмотрите расскажу что сегодня будет тут правда на глаза сразу попадаются две огромные рыбины акула бала это вот очень истеричная она чуть что начинает биться обо все стенки но может быть и просто объем аквариума маловато может быть просто у них такой характер лягушки покушали сытые лежат довольны на листиках где-то тут еще рыба змея есть но она спряталась в общем опять так сказать из тиктока девушка рассказала что у нас торговом центре олимпии открылся новый какой-то японский магазин интересный там ну может быть там ничего такого что особенно нужно мягкие игрушки что-то так сказать какие-то ароматы для дома вот она купила с бергамотом похвалила за 350 ну что то еще центр находится на острове кипсал это недалеко от меня и можно просто по острову погулять если вдруг магазин окажется не столь интересным вот поэтому думаю что едем туда погода с утра как всегда хорошая потом неизвестно что будет ну куда 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 ты там карабкаешься в общем выбираемся сегодня нас 21 сентября рига город 2023 год температура наверное градусов 19-20 на улице ну вот я как всегда одета по походам у брюки кроссовки свитерок безрукавка тут у меня мой рюкзачок вот мне очень нравится пол здесь прихожая посмотрите какой он красивый он представляет собой осеннюю опавшую листву изумительное очень тяжело его было класть резать такие плиты толстые но зато практичные до невозможности погода как видите изумительная но как правило это в первой половине дня во второй половине дня почему-то идет дождь покажу вам домика здесь его отреставрировали был такой невзрачный не интересных а теперь прямо особняк красота качественно сделали надеюсь что и остальные дома на этой улице тоже будут так преобразованы вот этот еще неплохо бы отреставрировать так мы едем на остров кипсела там торговый центр олимпия он наверно один из первых был построен когда началась строительство таких больших торговых центров и какое-то время очень активно использовался потом такой весь второй этаж был в запустении а теперь там судя по всему опять начинается оживление вот поедем посмотрим заодно немножко по кипселе погуляем ну вообще день хороший где бы сегодня не гулять везде хорошо уже потихоньку все золотеет вот мы и на кипселе впереди вантовый мост а нам через переход на ту сторону а вот и торговый центр впереди и все высотки я не знаю почему их строят на острове здесь же довольно сыпучая должна быть почва песчаная но почему-то именно не здесь построены здесь на кипселе студенческий городок учебные корпуса общежития относится к Рижскому техническому университету туда мы тоже потом пойдем погуляем там есть много моих любимых мест но пока заглянем магазинчик у меня с собой всего 25 евро и мне надо купить еще сегодня продукты поэтому тратиться особо не собираюсь но посмотреть будет интересно здесь тоже есть магазинские чересы надо было мне сюда наверно приходить потому что здесь большие скидки на обувь так мы на втором этаже сейчас пойдем посмотрим поищем здесь что-то начало открываться какие-то магазинчики ну практически весь второй этаж работает это очень даже здорово очень много спортивного всего обуви спортивная одежда спортивная то есть какой-то спортцентр так а что у нас здесь такое интересное сейчас пойдем посмотрим это у нас пепка магазин хороший но он есть и других местах поэтому пройдем мимо я ищу этот японский мы что-то не его не нашла этим на первом этаже вечера так рванула сразу на второй потому что здесь дальше в основном такая зона питания много-много разных кафе динозор переехал вместо него теперь какой-то большой магазин связанные с уходом за волосами и с какими-то такими всякими средствами так а вот все таки первый этаж здесь было раньше риме продуктовый магазин а теперь вместо него он просто ряд других магазинов все изменилось и мне кажется вот тут где вот эти шарики у входа вот это то куда нам надо зайти посмотреть да судя по всему это этот магазин любителям всего няшного и японского любителям Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так что есть смысл, конечно, сюда приезжать не с 25 евро, хотя бы с 5-10 евро. Я видела там скетчер с хорошими такие осенне-зимними ботиночками. Вот только неизвестно будет ли мой размер. Они стоили 100 евро, а теперь 50. Так что очень даже имеет смысл. Ладно, я почему-то хочу сразу к набережной идти. Хочется посмотреть на речку, как блики солнца отражаются в воде. А к учебным корпусам как-нибудь другой раз. Становится опять очень тепло. Опять я как-то оделась чересчур. Я все время боюсь простудиться, потому что у меня это довольно легко получается. Но надо было одевать вчерашнюю белую блузку. Люблю этот островок. Здесь очень много красивых старых зданий. Такая древняя булыжная мостовая. Виды на противоположный берег. Вот такой вот домик. Ну, потрясающе. Посмотрите, какие у него... Там не могу разглядеть, но там есть дата на флюгере. А мы идем к набережной. Там же городской пляж, на котором мы с вами уже тоже неоднократно бывали. Но здесь можно быть всегда, в любое время. Здесь прекрасно. Самый центр, можно сказать, почти города. Но ощущение, что ты все-таки где-то вместе в таком... Ну, не сказать совсем диком и безлюдном, конечно, нет. Но достаточно природном. Вот немножко пройдем подальше от Шумогородского. Туда, вглубь острова. Вдоль этой булыжной мостовой старинной. Деревья разрослись, и так сразу реку не увидишь. Надо искать какое-то местечко, где более пустынно. Так, ну, хотя вот здесь вот какой-то проблеск есть. На пляж, на здание, которое на том берегу. Вот такой вот вид. Очень красиво. Очень тепло. Такая у нас будет небольшая прогулка вдоль берега. Это у нас, по-моему, кусты растут облепихи. Ну, по крайней мере, похоже. Но ягод не видно. Тогда, наверное, не облепиха. Потому что в это время уже она должна быть вся в желто-оранжевых вкусных ягодах, полезных. Здесь же такая пристань для корабликов, яхт. О, какой-то там стоит старинный кораблик. Сейчас попробуем приблизить. Вот такой какой-то странный пиратский корабль. Уточки черные с белой головкой плавают такие необычные. Целая стайка. На пляже вообще никого нету, я смотрю. Где все люди? Ну, сейчас купаться уже, наверное, нельзя. Поэтому народу стало меньше. Загорать тоже уже не позагораешь. Представляете, как, наверное, интересно жить в каком-нибудь таком домике с видом на реку, на старый город. Я представляю, сколько здесь стоят дома. Квартир здесь, как таковых, нету. Здесь частные дома. И вот такой из окна вам будет вид красота. Солнечное, очень тепло, прямо жарко. Ветра нету. Удивительная погода для сентября. Вообще что-то необычное творится. Но нам, людям-то, хорошо. Не знаю, как. Животным, наверное, тоже, чтобы зима не начиналась слишком рано. И холод не приходил. Такая она. Немножко даже, смотрю, дорога изгибается. Вот еще красивый дом тоже старый. Явно начало века. Ну, не этого, конечно, прошлого. Так, и здесь вид такой на реку, на порт, который вдали. Очень-очень здесь душевно. И все тише и тише шум города. И вот так можно здесь постоять, полюбоваться. Не спеша на всю эту улочку. На дома. Ну, очень душевно. Просто всем советую здесь погулять. Ну, кто, конечно, живет в Риге или может приехать. Сюда. Что, к сожалению, становится все сложнее и сложнее. Но буду вам показывать по возможности. Так, вот здесь вот. Так, я, наверное, дальше не пойду. Мне надо заехать за продуктами и покажу вам просто улочку. По ней можно... Вообще здесь можно просто бесконечно гулять по всяким улочкам. Сейчас, наверное, пойду на остановку и поеду в Монту. Закупиться продуктами. А то дома в холодильнике мышка повесилась. Последний взгляд на башню старого города, старой Риги, на мост. Панорама. И я спешу на остановку. Скоро мой автобус. Здесь классная кондитерская, которая называется Остров Сало. Но сегодня попытаемся обойтись без сладостей. Продолжение следует...